Итак, сегодня я буду показывать, как создавать мину. Вот такую небольшую мину, на которую наступаешь, она взрывается. Далее покажу, как создать растяжку, через которую проходишь, и через 2 секунды, допустим, она взрывается. Ну и также триггер, где ставим бомбу, она взрывается, и далее поочередно взрывается ящик, и идёт ещё дополнительных 2 взрыва. Вот этот вариант для халвы не работает, работает только в Counter-Strike. А растяжка и простая мина работают в халве. Так, чтобы создать мину, берём браш, создаём вот такой браш 32 на 32 юнита. Так, слишком большой он только получился. Вот, примерно так. Далее берём инструмент Vertex, нажимаем на точку и двигаем. Так, здесь мы поправили. Теперь надо поправить здесь. Так, здесь вот, и здесь точку выбираем и двигаем. Это я показываю для тех, кто не умеет пользоваться вектором, вертексом. Что можно вот так вот браш и двигать, изменять его форму. Так, получается, вот такая мина у нас получилась. Далее, когда красите в текстуру, переходим в его свойства. Далее нажимаем Ctrl-T. Здесь в классах выбираем FuncBrickAble, чтобы он у нас разрушился. Имя можем не писать, это не обязательно. Далее, этот атрибут стоит по дефолту. Нам так и нужно. Далее, в MaterialType ставим Rocks. Так, и ставим этот атрибут в 25. Это радиус взрыва 25. Если я, конечно, правильно помню. По-моему, да, это радиус взрыва. Так, всё. И здесь ставим два флага. Touch и второй флаг с длинным названием. Это у нас отвечает за touch, за прикосновение. А второй, по-моему, отвечает за давление, нажатие. Вот. Когда игрок наступит, она взорвётся. Ну, в принципе, она готова. Далее, переходим к созданию растяжки. Берётся Brush, создаём один на один юнит. Вот у меня здесь написано. От стены и до ящика. То есть, создаём такое подобие верёвки. Далее, окрашиваем текстуру. Текстуру верёвки можно взять в халве. Так, потом нажимаем Ctrl-T. И переходим в его свойства. Здесь в классах ставим FunColizionary. Чтобы через неё игрок мог пройти. Имя не обязательно. Так, ну, в принципе, здесь всё. Если хотите, чтобы она была более-менее прозрачной, то берёте Render Mode и ставите, по-моему, Editive. И здесь уже пишите, ну, допустим, 100 можно. Но она будет совсем слишком прозрачной. Поэтому я, конечно, не советую этим методом пользоваться. Оставляйте так, как оно есть. Просто выбрали класс FunColizionary и всё. Далее, создаётся вот такой кубик. Так, как нам его создать? Берём инструмент по созданию сущностей. Из этого списка нам нужно выбрать Envy. Envy Explosion. Вот он. После того, как он создался, поставили его, допустим, вот в это место. Здесь будет происходить его взрыв. Далее заходим в его свойства. Пишем имя. Я написал EXP5. И в этом атрибуте поставил 25. Тоже радиус взрыва 25. Флаги нам не нужны. Далее, после этого берёте Brush. Браш создаёте с текстурой от Trigger. Так, надо немножко поправить. Вот так вот. Ставить его, этот Brush, на таком допустимом уровне, чтобы игрок, проходя через него, задел именно этот Brush. Потому что если его поставить, допустим, вот так вот, то игрок пройдёт здесь и взрыва не будет. Поэтому ставьте аккуратно. Так, после того, как вы создали этот Brush, заходим в Ctrl-T, нажимаем, свойства. Здесь в классах выбираем Trigger Multiplay. Имя не пишем. Далее, указываем ему таргет. Таргет EXP5. То есть, имя этого кубика. Так, далее здесь ставим 2 секунды. Можно не ставить, а ставить 0. И когда игрок пройдёт, она сразу взорвётся. Это своего рода таймер. Через сколько секунд она сработает. Так, ну и здесь эти параметры, они нам не нужны. Так, 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 да. Флаги нам тоже не нужны. А вот растяжка получается готова. Ну и теперь переходим к самому более сложному варианту создания поочерёдного взрыва. Создаётся ящик. Накидываем текстуру. Переходим в его свойства. В классах ставим Func Breakable, чтобы он разломался. Имя пишем EXP2. Имя можете писать любые свои, какие хотите. Главное, запоминайте. Далее идёте, ставьте здесь... Здесь по автоматам стоит 1. Далее, материал Type ставьте дерево. И здесь ставьте Relative to Attack. То есть, будет разбрасываться в разные стороны осколки ящика. Далее ставьте... А, нет. Здесь всё. Во флагах ставьте Only Trigger. Далее, получается, создаёте Envy Explosion, которую мы создавали. Создаёте их две штуки. Ставьте в разные места, куда хотите. И каждому этому кубику дайте название. У меня идёт поочерёдно ящик EXP2. Этот кубик EXP3. Здесь также радиус взрыва поставил 25. У этого EXP4 стоит имя. Да что ты, давай. Вот EXP4. В принципе, почти что готово. Далее идём, создаём Multisource. Здесь заходим в свойства. И в классах нужно выбрать Multimanager. Вот. Когда он у вас появится, поставьте в любое место, без разницы куда. Далее заходите в его свойства. И пишите ему имя MM. От сокращения Multimanager. Далее. Нажимаете Smart. Нажимаете Новый. И сюда пишите имя ящика. У него имя EXP2. У меня вот здесь уже написано. Вот сюда напишите имя EXP2. А за место этого значения напишите 0.5. Как и у меня вот здесь написано. То есть, через 0.5 секунд идёт взрыв ящика. Потом идёт... Также добавляете этот бокс. И следующий. У него тоже имя EXP3. А у этого EXP4. Здесь значение я поставил 1. Через 1 секунду он идёт взрыв. И EXP4 будет взрываться через 0.5 секунд. Ой. Через 1.5. После того, как вы это добавили. Закрываем. И создаём простой браш с текстурой от Trigger. Далее заходите в его свойства. Этот браш отвечает за то место, где можно будет поставить бомбу. Так. Здесь. Таргет нам надо указать. Вот этот MM. Мультименеджер. Мы его просто берём, указываем. И всё. Флаги никакие нет. Не нужны. Вот у нас, считай, и готово. Будет взорвётся сама бомба. Потом ящик. Потом этот кубик. И потом этот куб. Будет взрываться всё поочерёдно. Ну, теперь переходим в игру и смотрим результат. Так. Где у нас наша бомба? Вот она. Далее идёт растяжка. Через 2 секунды. Вот. Она взорвалась. Далее идёт закладка бомбы. Так. Надеюсь, меня она здесь не доставит. Хотя радиус, наверное, большой. Доставит. Ну вот, видели? Был поочерёдный взрыв. Итак, получается, эта бомба и эта растяжка работают как и в Контре, так и в Half-Life. А закладка вот этой бомбы работает только в Counter-Strike. В Халве там этот метод не работает. Хотя, если положить, поставить в Халве эту бомбу, которая через лазер, через которую проходишь, она взрывается. Может быть, и взорвётся. Я, конечно, не пробовал, не проверял. Ну а на этом у меня всё. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!